Пройтись, балансируя на канате, преодолеть препятствия с автомобильными покрышками, проползти по горизонтальной веревочной лестнице и ни разу не коснуться земли. Это городские соревнования по фрироупу. В этом году в них участвуют 22 команды по 5 человек в каждой. Перед выходом – разминка. Сейчас мы подготавливаемся к данной дистанции. Мы разминаемся, я выступаю за телерадиокомпанию «Вектор». Интересная дисциплина спорта. Фрироуп – действительно интересный вид спорта. Подвесная тропа таит в себе много сложностей. Все, из чего она состоит – это деревья, веревки и тросы. Преодолеть на время нужно 10 этапов. Главная задача – не упасть, но не у всех получается. Высота падения не более метра, поэтому обходится без серьезных травм. Страхуют судьи. Они помогают участникам на каждом этапе. Трасса очень такая, как по мне, очень сложная. Самый сложный элемент – это то колесо, которое в четвертом этапе, потому что оно вообще силы забирает. Ну, в принципе, я очень доволен и мне понравилось. Понравилось и команде молодых педагогов. Веревочную трассу они прошли первые. И здесь же в парке организовали пикник на природе. К ребятам присоединился глава города Андрей Гаранин. Пели песни под гитару у костра и вели душевные разговоры. Вопросов у молодых специалистов много, ведь большинство из них на севере впервые. С их слов я увидел, что они в большом восторге от нашего города. Видят, что город развивается, что город очень чистый, что в нем реально большие перспективы. Но самое главное – они видят и сами в этом участвуют, в том, что развивают наших детей. У нас очень серьезное отношение к развитию наших детей. Мы считаем, что это приоритетное направление во всей работы нашей администрации. Когда приходят люди, у которых горят глаза, которые приносят новые идеи, это, конечно же, очень замечательно. Замечательно и то, что свою профессиональную карьеру молодые педагоги начали в нашем городе. Здесь они востребованы. И поэтому отношение к тем, кто стремится развиваться, очень доброжелательное. Напомним, в этом году обучать детей и дошкольников в Губкинске приехали 20 молодых специалистов. Мне очень понравилось, что мы собрались здесь в такой неформальной обстановке, третий с головой. Сидим у костра, кушаем. Приятная обстановка. Было соревнование по фри-роупу. Нам, как молодым, было немного страшно выступать первыми. Но, мне кажется, мы справились. Лучше всех с веревочной трассы справилась молодежная сборная города «Скрепыши». Второй стала команда «Севкомнефтегаз». Замкнула тройку лидеров сборной молодежи «Кавказская пленница». Елена Канина, Михаил Марков, Новости Губкинского.